Жизнь Каждого человека, живущего в нашем мире, зависит от его опыта и от того, как передаются знания, в какой форме, в какой практике. И самое главное, зачем, ради какой цели. Как знания передадутся человеку по жизни, так он и запишет их в своей памяти. А значит, так потом и будет воспроизводить все в действительности. Соответственно, пропуская эту информацию через фильтр сложившейся морали и опыта, уже полученного на жизненном пути. От того, как и какие мы получаем знания, опыт, течение, особенно в самом начале своей жизни. Напрямую зависит сила нашей эволюционной мотивации. Жизнь, мотивирующая нас, постоянно находится внутри каждого человека. Людям необходимо эволюционировать. Люди постоянно хотят развиваться. Эволюция заложена в человеке самой жизнью. Именно поэтому у нас всегда тянет к новым открытиям, знаниям, к испытанию каких-то новых ощущений, получению нового опыта. Если человек этого не делает, он живет неполноценно, чувствует неудовлетворенность постоянно, потому что он не выполнил свой жизненный долг. Даже если он будет выполнять все свои по факту ложные планы, он все равно будет чувствовать себя неполноценным, потому что он не будет эволюционировать. А эволюция – это всегда превосходство. Превосходство в настоящем, того, каким ты был в прошлом. Превосходство самого себя. Это означает, что всегда нужно достигать более высокого уровня. В каком-то из личных жизненных качеств. Для реализации своего предназначения. В части своего развития по жизни. Только тогда мы эволюционируем. Когда человек реализовывает свои истинные планы с помощью развития собственных качеств, он выполняет свой долг. А значит, эволюционирует. На какую часть за сегодня лично вы эволюционируете? Знаете? И вот, чем больше эта часть, тем больше удовлетворения и счастья вы ощущаете. Жизнь находится в каждом из нас более чем на 50% от физического тела. Мы же часто удовлетворяем потребности физического тела по той простой причине, что работа над совершенствованием, работа над эволюцией – это всегда сложности для нашего организма. Особенно, если он не подготовлен или ослаблен разного рода обстоятельствами. Из-за постоянного чувства страха наш организм старается идти по пути наименьших затрат и усилий. Мы всячески экономим силы, ищем простые пути. А если мы сами приучили свой организм следовать по каким-то простым путям решения, он будет этим пользоваться. Поэтому, если вы зависите от чего-либо, то вы постоянно будете ощущать дискомфорт. Потому, что вы этого не хотите, вам нужна свобода, а тело зависимо. Поэтому возникает противоречие. Вы понимаете? Знание – это должно быть у каждого из нас изначально. В начале жизни, а не в конце. Часто происходит так, что только когда приходит судный час, человек начинает ясно видеть истину жизни. Когда же человек живет в социуме, он не понимает, что делает. Пребывает в неведении. Он не знает, что несет пользу для его жизни, что несет пользу для окружающей жизни, а что нет. Он не понимает пагубных последствий собственных действий, а возможно, еще и отстаивает пагубные интересы других людей. И вот часто так случается, что человек открывается, узнает и понимает истину уже в зрелом или достаточно в пожилом возрасте. Это происходит, когда его жизненный опыт достигает такого уровня, что человек начинает осознавать то, что в его жизни является верным, а что – ложным. Что в его жизни несет благополучие и процветание, а что – зло и пагубные последствия. И вот когда такие озарения происходят, люди начинают осознавать, что делают не то, что нужно, и не так, как надо. А делать то, что нужно для их благополучия, у них уже попросту не хватает сил. Потому что они приучили свое физическое тело к тому ошибочному уровню жизни, который они ведут сейчас и осуществляли на протяжении всей своей жизни. Если противоречий в нашей жизни накопилось много, нам будет трудно поменять свое поведение по разным на то причинам. Возникает вопрос, как же его изменить? Ведь это очень важно. Поменять его можно, и желательно это делать последовательно, постепенно, шаг за шагом. Резко это губительно для организма и трудно для психики. Это может потом окружинить обратно. Так что человек в определенный момент срывается и подсознательно. Срывается подсознательно и еще хуже наносит вред своему организму. Бывает и так, что резкие перемены приводят к серьезным болезням, потерям и даже смерти. Поэтому это ответственный шаг. И нужно быть готовым к переменам и последствиям. Лучше всего обойтись без резких движений. А делать перемены постепенно и самое главное осознанно. А еще лучше научиться передавать этот опыт с самого раннего детства для формирования будущего поколения верных привычек и осознанного восприятия внутренней и окружающей действительности. Людям совсем не обязательно наступать постоянно на грабли и получать хорошенько полу, чтобы осознавать свои ошибки. Ведь уже есть другие практические решения, которые будут действовать гораздо эффективнее, чем методы, применяемые человеческим сегодням. Возможно, мы не хотим осознавать объективную действительность жизни, окружающей нас и внутренней, только потому, что подсознательно мы не желаем или не готовы разочаровываться в действующем положении нашего общества и понимании своего истинного положения в частности. Мы опасаемся потерь, утратить интерес к собственной жизни. Куда интереснее жить в иллюзии, быть мнительными и верить в чудеса, которые по сути своей являются истинным проявлением самой жизни, окружающей нас в объективной физической реальности. На этом сегодня все. Если у вас есть вопросы и предложения, пишите об этом в комментариях. Следующие выпуски будут создаваться на основе этих данных. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok